Ветераны Ветераны Давид Абрамович умер в 1992 году, прожил 82 года. Крайней точкой в Солнечногорске была скорбящая мать. Здесь также находится бескозырка и якорь. Они здесь находятся не случайно, потому что две бригады морской пехоты принимали участие в освобождении Солнечногорска. Что касается штыков, это одно из самых памятных мест в Московской области. Я уже вам сказал, что этот монумент был создан в 1974 году группой архитекторов московских. Вот эти три штыка символизируют три рода войск. Пехоту, танки и кавалерию. Сейчас мы стоим у танка. Это как раз то место, передний край, где были остановлены немецкие войска. Там есть мемориальная плита, вы ее увидите, на которой написано слово благодарности тем солдатам, офицерам и генералам, которые остановили на этом рубеже. Дальше немцы не прошли ни на один шаг. И не случайно, что прямо за танком начинается проспект, который называется Панфиловским проспектом. В честь генерала Панфилова, героически, командира генералов, героически погибшего в Московской битве. На территории округа находятся 38 мемориальных комплексов, где укоречена память павшим в годы Великой Отечественной войны. Сегодня в первую поездку вошли ветераны Великой Отечественной войны, Трудового фронта, представители общественности. Проводя экскурсии, участвуя в экскурсии, опять же воспроизводятся те славные героические традиции нашего старшего поколения, поколения победителей, которое защищало в первую очередь здесь проходили очень ожесточенные бои на Солнечногорском земле, в целом на Подмосковье. И враг, конечно, рвался к столице. И старшее поколение, которое вот здесь, на этом рубеже принимало бой, оно показало, что для них самое главное – это Родина, Россия. На войну в Солнечногорске ушли 12 тысяч человек, среди них 900 добровольцев. Вернулись 3000 человек, среди них 30 добровольцев. На сегодняшний день в живых осталось 93 человека в округе и 53 человека в Солнечногорске, среди них один доброволец. Екатерина Косевич, Виталий Киселев. Наше время.